Доброго ранка! Николе не догадаетесь, я вскочу злошка три години тому, а все за того, что до навыковой конференции рыхтуюся. А зараз пробачьте, мне треба дописать доклад. Ваня, межынчим привітань мне. Салют, Лизик, а ты жаго не пужаешься? Вот жаго мне пужаться. Звычайная мышка-палелка. Звярок-грызун должен не больше за 13 сантиметров. Май хвост каля 10 сантиметров. Пыска завостренная, вот шикарная, футра шерая, тика рычневая. Его боятся все садоводы и фермеры. А зараз пробачьте, мне не мочасу на розных хвостатых отрываться. Вы это чули? Ну, Лизик. Я на навыковой открытию рыхтую, а я не тут с некими мышами до меня приходить. Иди, Лепш, девчонок пужай. Да мы с ледочами здивилися. Откуда ты все про палевок ведаешь? Вот шо, футра да уж и не хвоста. Ты што, про их доклад рыхтуешь? Нет, доклад у меня совсем на иншую тему. Да також я не фермер и навыц не судовод. Тому прошу тишини и спокою. Склада нас с гэтыми вычонами. То яны занятые, то ям усёбер расшкаджае. А што ян скажа, каля мы зараз мультфильм глядзеть будем? Ваня, вы там про мультфильм домовляетесь? Ты працуй, працуй, Летичек. Мы тихенько мульчик поглядзим. Ну, а вот самым великим навыковцам час от час отпочинок потрэбны. Тады глядзим мультфильм разом? Глядзим! Ну что, Лесик, снова за навуку? Не, я буду тебе тестировать. Не, не. Тебе, тебе, кема кроме нас упакует ещё кто есть? А по какой теме? Ну, як по какой? По самой навыковой. Да не по одной, по розных. Не, не, не. Мы так не домовлялись. А мы зараз домовимся. Тады, тады. Нехай усех ледачи доброранка так само тестируются. Я сгодны. Слухайте уважливо первое пытанье теста. Якая живёла лечится самой старожитной на земли? Динозаур? А хиба динозауров зараз можно сустрец? Только в касках. Тому я повтораю своё пытанье. Якая живёла лечится самой старожитной на земли? Сябры, а яко у вас меркаванье? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, Кульки отказал! Лисик, выбирай! Дам подказку. Ты правильно про динозаурова вспомнил. Думай! Так, якая живёла на динозаурова подобна? Крокодил, правильно? Малайчына! Крокодил живе на земли миллионы годов, и прыгэтым выгляд яго зусим не змянюся. А навошта ему змяняться, яго и так усе бояться, и падыходзеть до яго не жадаюць. Скажу, что нильский крокодил може прыглынуть на вот носорога. Вот этот дядолька-крокодильчик. А теперь откажите мне, коли ласка, что такое слёзы крокодила? Так кажуть, коли некто прокидывается и плачет без почування. Правильный отказ! А вот на самой справе крокодил увесь частные слёзы. На полна ему вельми шкода, коли ён глытаю носорога тебе зона. На полна так и ёсць. Лесяк, ты что, с докладами про крокодилов выступать будешь? Ты правильно догадался. Я всё-всё ведаю про крокодилов. Тому ниякой мышкой тебе не спожать. Гэта так. А давайте зробим перопынок на мультфильм. Только и будем яго глядзить вельми уважливо, тому, что пасля прогляду мультивикторыну проведем. Глядзим! Ваня, мультфильм скончился. Глядзим, ты чего сядёшь не мергаешь? Ой, сдаец, я всё-всё запомнил. Зараз мы гэта и проверим. Спочатку давай полторым адрес, на які необходно отправлять отказы. Звертаем вашу увагу, что наш электронный адрес смянился. А вось паштовый застался ранейшим. Яго доброведая кожный глядач нашей программы. 220-807, город Минск, в улице Макайонка, 9, программа Доброранок. А теперь саму час послухать пытанье по мультфильму, які я подрахтавал для нас лесик. Слухайте и поспробуйте отказать. Нагадаю, что мы только что глядели мультик про цовитая бабулька. А можна перше пытанье буде для мене? Дозволим? Чуеш, дозволяюсь. Добро. Тады для тебе, Иван, самое складанное пытанье. Слухаю. Кольки рыбок было у аквариуми про цовитой бабульки. Кольки, кольки. Не заважую я кольки. Их было... Калиня, мало тебе отказу, так и скажи. Так и говорю. Сябры, тады вы поспробуйте отказать на гэтае пытанье. Кольки рыбок было у аквариуми про цовитой бабульки? Паспели подлечить? Тады у меня не для вас яще одно пытанье. Чим пачаставала мышку про цовитая бабулька? А вось на гэта пытанье я ведаю отказ. Ведаешь? Дасылай яго мне. А зараз отказать нельга? Нельга. Усе прыс хочуть отримать и свое имя у Добраранку почуть. И правда. Я буду удельничать в мультивекторене на ровных правах. Я ще раз нагадаю адресы, по яких можно отправлять свои отказы. И я ще вельми добра, калю листам будут малюнки и невеликие оповеды про вас, сябры. А зараз, Ваня, не пирожка джай, не калю ласка, я буду перечитывать свой навуковый доклад. А я так само пропаную задание для уважливых лидачоу. Глядите, вельми уважливо. А теперь мощно заплюшивайте в очи. Не подглядывайте, калю ласка. Я скажу, калю можно расплюшивать. Можно глядеть. А пытание одно не такое. Что изникло со стола? Так, так. Вы вельми уважливая. Со стола изникла гусь. Я ще раз паспробуем? Ваня, а можно и мне поудельничать? Ты ж заняты. Угульни для разумников и я с задовольнением поудельничаю. Да улучшайся. Спочатку уважливо глядим на стол. Потом усе заплюш твои мочи. И не подглядывайте, калю ласка. Теперь можно глядеть. Так, так, изникло. Во, яблык. Молодцы, Налесик. И молодцы усе, кто примал делу нашей гульни. Скажу вам по-науковому, такая гульня тренирует память и развивает назиральность. А гэта як раз тое, что потрэбна маленьким разумникам. После такой тренировки на школьных занятках мы с вами будем лепш за усих. И ты из глядачок, кто робил разминку с нами, так само. А зараз я снова пропаную невеликий отпочинок и прахляд еще одного цикавого мультфильма. Никто не супрать, а пасля его усе побежим на занятки. Добрыха настрою тялчинки и хлопчики. И не забудьтеся, что завтра сранку мы сустракаемся у нашим добраранку. До побачения сябры. Усе родите колы хамку Усе родите колы хамку С Мишком Топом и с каянкой Раз, два, три, четыре, пять Хэй, чабры, хлопцы, гулять Убандровку колеласка А я ще расскажем вас Сны чаровные зготуем И отцу му уратуем Вельми, вельми вас чагаем Кожный вечер сустракаем Убандровка Продолжение следует...